Всем здравствуйте! Вы на канале Взгляд свыше. Меня зовут Алина, и мы сейчас с вами будем смотреть, что у вас на пороге в личной жизни. Интересно же, правда, что же у нас на пороге в личной жизни? Какие изменения? Может, всё стабильно и всё замечательно? Давайте будем смотреть, что на пороге в личной жизни у каждого из вас, кто открыл этот расклад. Три варианта. Что же на пороге у этих трёх вариантов в личной жизни? Давайте смотреть. Давайте я сейчас на каждый из трёх вариантов выложу по одной карте, которая будет обозначать, что у вас происходит сейчас в личной жизни. Первый вариант. Второй вариант. Что у вас происходит в личной жизни? И третий вариант. Что происходит у вас в личной жизни? Первый вариант. Оранжевый. Второй – прозрачный. Третий – чёрный. Выбирайте свой. Ну, я начинаю с первого. Я начинаю с первого. Что у вас в личной жизни? Первый вариант. Ну, вы, знаете, вы такая вся прекрасная, самодостаточная, независимая. И чтобы быть такой, вам и не нужен никто, чтобы чувствовать себя такой самодостаточной, независимой. Однозначно есть ухажёры, однозначно есть мужчины, которым вы нравитесь. Вот. Но у меня по ощущениям, что вы прекрасно одна, и вам никто не нужен для того, чтобы чувствовать себя в состоянии своей прекрасности. Ну, смотрите. Здесь такой момент, что для того, чтобы вам быть в отношениях с человеком, вам нужно соответствовать. Ну, это достаточно сложно, потому что... Ну, во-первых, к вам на хромой казе не подкантишь. Это раз. Во-вторых, вы и материально обеспеченная девушка, которая привыкла к комфорту, да, к красоте, изыску, к дорогим вещам, да, к... Ну, то есть вам, вашему уровню, среднестатистическому мужчине очень трудно соответствовать. Вот. Ну, прям... И вы очень избирательно ко всем подходите. Если там намечается какой-то кандидат, да, вы прям будете его под микроскопом рассматривать. Ну, давайте смотреть. Какие перемены на пороге влеченной жизни. Давайте смотреть у вас. Какие перемены. Во-первых, на вас очень много выпадает пентаклей, которые говорят о том, что вы привыкли... Может быть, у вас, знаете, как династия, да, бизнес, которым вы занимаетесь, да, достался вам от родителей. Или вы работаете вместе с какими-то родственниками. Ну, однозначно, я вижу, у вас перемены, у вас будут новые отношения, начнутся сейчас, посмотрю, с кем. Но перед тем, как они начнутся, у вас идёт в течение примерно полугода... Я бы сказала так, от трёх до шести месяцев. Идёт период прям очень-очень активный, очень много работы. Как будто бы вам не до этих отношений. Вам бы разобраться там со своей семьёй, с родителями. Очень много общения с родственниками и очень-очень много работы. Но потом у вас начинаются новые отношения. Скорее всего, с человеком, который, ну, будет, конечно же, не такого статуса, как вы. Он будет немножечко по планке ниже. Вот, но я сейчас посмотрю, кто именно. Какой мужчина. Какой мужчина. Вот его характеристика мне буквально одной картой понять. В общем, этот мужчина, в которого вы можете очень быстро влюбиться. Но здесь его нужно будет проверять, потому что семёрка мечей говорит о том, что, ну, с каким-то... с какой-то подлинкой он может быть. Может, в прошлых своих отношениях как-то себя не очень проявлял. Но, то есть, этот человек способен на обман, но этот человек способен на двойную игру. Но он каким-то образом себя так изощрённо ведёт, что в него очень быстро влюбляется. Про что конкретно эта семёрка мечей? Про то, что он придёт в вашу жизнь, вот оно про что. И у него не будут закончены отношения с кем-то. То есть, этот человек может ещё на расстоянии с кем-то общаться. То есть, у него кто-то ещё будет. Вот. И вам нужно будет это понять и почувствовать. Потому что не сразу же ему нужно будет доверять. А как быстро... Точнее, давайте не так я задам вопрос. По итогу вы будете с ним вместе или это будет просто какая-то интрижка? Вы узнаете там, что у него ещё кто-то есть, и вы его пошлёте там на небо за звёздочкой. Будущее ваших отношений с ним. А, не, вам он будет просто неинтересен. То есть, я это вижу, как у вас будет интрига с человеком. Прям очень много страсти, очень много секса. Но вы потом со временем просто узнаете, что он играет двойную игру, и вам это станет просто неинтересно. Ну, так себе, да, перспективы. Давайте посмотрим. После этого. Вот после вот этого. Может, вам его просто обойти. После него. Это, ну, как бы возможность развития отношений. То есть, возможность развития событий. Вот. Но, если вдруг вы его заметите, обойдёте, что потом у вас будет в личной жизни после него? А вот потом придёт человек, которому уже доверять можно. И причём на него старший аркан выпадает. Аркан солнца. С этим солнцем прекрасным. Какие отношения будут? Серьёзные или так? О, ну, а здесь прям долгосрочные могут быть отношения. Человек придёт, увидит вас и, как бы, победит. Он будет вас добиваться, он будет вам доказывать, почему ему можно верить, доверять. И, в общем, вы с ним можете далеко пойти. Вот с этим. С первым, если у вас есть возможность, чуйка, почувствовать, что что-то не так, лучше его в сад. А вот второй по солнцу. Давайте я посмотрю, как скоро второй по солнцу. Может прийти первый, там до полугода. А вот второй, как скоро. Со вторым вы можете познакомиться в течение семи месяцев. И вы знаете, как это будет? Это может быть где-то... Может быть, вас по работе отправят куда-то в командировку. Вы можете в командировке познакомиться. Или же это будет переписка. Изначально онлайн-переписка. А потом вы встретитесь, и ваши отношения заикарятся. В общем, семь месяцев. Число семь запомните. Или это будет седьмое число месяца. Или это будет июль месяц. Вот, по первому варианту, такая у меня для вас информация. Так, второй вариант. Здравствуйте, второй вариант. Ваша карта. Одиночка, да? Сидите в отшельнике. Ну, у вас нет отношений, однозначно. И у вас сейчас период такого уединения, в общем, от мира. Ну, и от мужчин, соответственно. Хорошо, давайте смотреть изменения. Давайте смотреть изменения для вас. О, хорошо. Еще лучше. Ну, вообще, что... Смотрите, какая прелесть. Рыцарь Жезлов. Рыцарь Кубков. И Туз Жезлов. Ну, во-первых, вы очень скоро выйдете из своего отшельника. И у вас будут отношения с несколькими мужчинами. И из них вы будете выбирать. Сейчас посмотрим, кого выбрать надо. Но к вам идет однозначно два человека, которые будут за вами ухаживать. Причем эти ухаживания оба будут проявлять очень активно. Один будет другой национальности. То есть другой крови не такой, как ваше. Другое вероисповедание. В общем, куда-то... Откуда-то может даже издалека, да, приехать. Другой... Ну, с вашей национальностью. Первый, кстати, даже на другом языке может разговаривать. Так вот, другой с вашей национальностью. И если первый будет такой страстный, горячий, такой вот, понимаешь. А второй будет более романтичный, более такой вот, не знаю, мягкий. В общем, давайте смотреть, кого выбрать. Кстати, из тем и с тем у вас могут быть сексуальные отношения. И вы можете, в принципе, на два фронта работать. Давайте смотреть, кого выберем. Перспективы с первым отношений и перспективы со вторым. Давайте. Перспективы с первым. Перспективы со вторым. О! Два старших аркана выпало. Что на первого, что на второго. Значит, первый. Вы с ним какое-то время побудете вместе. Но вы его не выберете, потому что вам с ним станет скучно. Ну, то есть вы почувствуете, что что-то, ну, как-то что-то вот не то. На второго колесо фортуны выпадает. Кармическая карта. И второй будет ваш кармический человек. Прям, которого судьба вам послала. И вот его надо выбирать. Причем с таким даже возможны отношения заключенные. Где? В ЗАГСе. Правильно. По знаку зодиака он может быть... Не у всех проиграется. Ну, мало ли. Это может быть рак, рыбы и скорпион. Ну, вот. Обращайте внимание по знаку зодиака на таких мужчин. Ну, как бы все замечательно. У вас очень скоро будут изменения. Очень скоро ваш отшельник уйдет из вашей жизни. И к вам придут два прекрасных молодых человека. Ну, здорово. Давайте смотреть третий вариант. Ваша карта. Вы могли только-только начать новую жизнь без человека, с которым вы были. То есть у вас идет прям разрыв отношений. Могут быть какие-то у вас, может быть, проблемы с финансами, проблемы со здоровьем сейчас. Или же вы только что вышли из отношений. Еще мне карта здесь дьявола переворачивается. Может, это зависимые отношения были. Да, в эмоциональном, финансовом плане. И сейчас у вас... Ну, то есть, допустим, вам этот мужчина деньги давал. Или это были отношения, в которых вы встречались с замужним мужчиной, который вас обеспечивал. Или ваш босс бывший, который вас уволил. Засранец такой. Давайте смотреть изменения. Пока не все очень радужно. Давайте посмотрим изменения. А может, вы вообще, знаете, встречались просто с мужчиной, который намного-намного старше вас. Вот. Ну, это все в прошлом. Давайте смотреть будущее. Изменения. Вот. Замечательно. Еще лучше. Вам в будущем идет человек, с которым вы построите семью. И это будут отношения, заключенные в ЗАГСе. У вас в паспорте появится штамп. Значит, рассказываю. Человек будет, скорее всего, или вашего возраста, или младше вас по возрасту. Ну, то есть, не такой дядька, который у вас раньше был. Очень искренний. Вы почувствуете, что это прям мое. Почувствуете. У вас с ним и дети будут потом. Он вам быстро сделает предложение руки и сердца, но ваша свадьба немножко затянется. По каким-то причинам. Ну, по каким? Ну, потому что могут быть какие-то проблемы, там, несогласовки в чем-то. В общем, он может сделать вам просто предложение и потом по какой-то причине повременить именно с самим торжеством. Но потом торжество однозначно состоится. Вот. У вас прям по третьему варианту идеальные изменения. Как вам кажется? Ну, мне прям очень нравятся изменения. Прям человек вам дан судьбой. Причем кармическая карта на него впадает иерафант. И знаете, у меня по ощущению, вы с ним как-то вот немножко по-другому себя почувствуете. Вот как женщина именно. Он как-то вот вас... У вас какое-то озарение случится. А что так можно было раньше? То есть, то, как он относиться к вам будет. Такое ощущение, что с вами никто так по-доброму, да, и с такой открытостью, искренностью не вел себя. А вот этот прям здорово. Я вам даже никаких карт больше не буду вкладывать. Хотя давайте я спрошу, как скоро вы его встретите. Давайте так. Ладно же, я ж знаю, вам хочется знать. Я ж знаю. Давайте посмотрим, как скоро вы его встретите. Больше года. В общем, где-то, сейчас скажу, 16 месяцев. 16 месяцев. Да, это прям человек, он будет дан для семьи. И вы знаете, вы... Вы как-то о нём узнаете. То есть здесь прям идёт информация, какая-то информация. Может быть, общие знакомые. Может быть, какое-то место, где знания, да, там, не знаю, какое-то учреждение, госучреждение, библиотека. Ну, короче, место, где знания, где книги, где информация, где очень много информации. И он прям вам будет дан, да. В общем, запомнили, да, число. Где-то, в общем, полтора года. Ну, вот максимум, максимум полтора года для вас. По третьему варианту. Всё, я вам желаю как можно быстрее, чтобы это случилось. Вот. И быстрее выходить вам на уровень прям любимой жены. Всё, я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Всем пока.